В лагере республиканцев кандидатов на участие в президентских выборах стало на одного конкурента меньше. Ультраконсерватор Рик Санторум поблагодарил Бога за помощь и объявил, что прекращает борьбу. За плечами бывшего сенатора от Пенсильвании победа в 11 штатах. Однако за последнее время число сторонников Санторума среди избирателей республиканцев заметно уменьшилось. К этому добавились финансовые и семейные проблемы. Я знаю, что многие даже в Белом доме напишут «Игра окончена», однако она очень-очень-очень далека от завершения. Борьба продолжается. Борьба за то, чтобы победить Барака Обаму, вернуться в Белый дом, завоевать Сенат, защитить ценности, которые делают нас, американцев, американцами. Большое вам спасибо. Благослови вас Бог. Если бы у Рико Санторума оставалась хоть какая-то перспектива победить в Пенсильвании, он бы остался, потому что он хотел бы остаться и надеяться на чудо. Но сейчас все кончено. Официально все закончится, когда соберется республиканский конвент и выберет Ромни кандидатом уже в первом туре. Санторум не поддерживает более умеренного Ромни, однако своим уходом, несомненно, помог ему. Теперь Ромни сможет уделять больше внимания своим непосредственным избирателям из числа умеренных – женщин, латиноамериканцев. Конкурируя с Санторумом, Ромни был вынужден часть энергии направлять на электорат соперника. Ну и кроме того, Ромни сэкономит деньги на антирекламе конкурента. Кроме того, очевидно, что разногласия внутри самой республиканской партии теперь в определенной мере сгладятся. Конечно же, пока из гонки не выбыли еще два кандидата. Продолжают бороться Ньют Гингридж и Рон Пол. Но, по мнению наблюдателей, серьезные угрозы для Ромни они больше не представляют. Так что лидер республиканцев может сосредоточиться на главном сопернике из демократического лагеря. Президент Обама думает, что он прекрасно делает свое дело. Я не шучу, он действительно уверен в этом. Именно на борьбу с Бараком Обамой экс-губернатор Массачусетса отныне не будет жалеть ни сил, ни средств. Несомненно, главный удар критики придется по экономической политике президента. По данным соцопросов, именно в этой области, ко мнению Ромни прислушиваются больше американцев, чем к Обаме.